МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо вашей телекомпании, что вы дали возможность поговорить о нашем министерстве и о нашей славной дате. Приятно находиться в вашей новой студии. Будем надеяться, что наша программа будет успешной, и вся ваша дальнейшая жизнь тоже будет успешной. Что можно сказать? Я думаю, что 25 лет для организации – это, в общем-то, небольшой срок. Тем не менее, я думаю, что вот это время, проведенное МЧС России в деятельности нашей страны, дает возможность говорить о том, что министерство состоялось, и министерство на сегодняшний день востребовано. Без него в России было бы невозможно справиться со многими ситуациями, которые возникают по тем или иным причинам. Но какие достижения в развитии системы можно отметить на территории именно нашего региона? Я бы сказала, что основными достижениями, основными успехами в развитии системы на территории региона можно считать те строительные объекты, объекты инфраструктуры, которые были созданы министерством как раз для того, чтобы наши подразделения работали комфортно и эффективно. Это, во-первых, здание главного управления МЧС России по Хакасии, которое было построено на федеральные средства, и теперь весь наш коллектив находится в одном месте. Раньше он уютился по разным зданиям по всему Абакану. Теперь это целостный, единый коллектив в одном месте. Построено здание пожарного депо в городе Абакане. Это вот то красивое большое здание на кольце на выезде из Абакана, где базируется пожарная часть номер 3 МЧС России, современные здания, построенные по типовому проекту. Фактически такие здания МЧС России строит по всей стране, где есть подразделения пожарной охраны. Это здание для спасателей. То есть у спасателей МЧС, которые базируются на территории Абакана, появилось свое здание в поселке Молодежный. Хорошее здание, где они имеют возможность и заниматься спортом, и психологическую разгрузку получать, и разместить всю свою многочисленную технику. И, в общем-то, они несут круглосуточное дежурство. Фактически это для них дом. Раньше они ютились в здании почти что в подвале, в приспособленном помещении, в общем, очень неудобном. Теперь у них все комфортные условия для качественного несения службы созданы. Ну и, наверное, главное достижение то, что МЧС России для своих сотрудников построила в Абакане жилой дом. И фактически очередь, которая существовала из сотрудников и нуждающихся в жилье по закону, этой очереди в Абакане в системе МЧС нет. Все получили жилье, все обеспечены жильем. А какие подразделения МЧС вообще расположены в Хакасии? На территории Хакасии несколько подразделений МЧС России. Можно сказать, такой филиал министерства. Это главное управление МЧС России по Хакасии. Это включает в себя управленческий аппарат, надзорные структуры, пожарный надзор, надзорная служба, ГИМС по маломерным судам, инспекция. И штатная численность порядка 100 человек. Следующее большое подразделение – это отряды федеральной противопожарной службы, которые расположены в Абакане, в Саяногорске и в Черногорске. То есть подразделения пожарные МЧС России прикрывают три основных города и все основные объекты экономики. Численность пожарных МЧС в республике – порядка 715 человек. Во всех остальных территориях службу пожарную несут подразделения республиканской противопожарной службы. Далее Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России также базируется на территории Хакасии. Численный состав – 92 человека, из них 70 спасателей. Но надо понимать, что это не спасатели Хакасии. Это спасатели федерального министерства, которые обслуживают зону Хакасии и 7 южных регионов Красноярского края. То есть если что-то происходит на юге Красноярского края, в южных районах, они также выезжают и оказывают помощь. Просто Абакан выбран местом базирования этого подразделения. На территории Хакасии стоит горно-спасательная часть МЧС России. Горно-спасатели – это совсем не то же, что спасатели. То есть это специализированное подразделение, оно расположено в Черногорске. И оно существует, вообще создано для того… Оно было создано намного раньше МЧС России на самом деле, но в период становления министерства правительство России сочло необходимым включить в состав МЧС России. И они занимаются обеспечением безопасности предприятий горно-добывающей отрасли. И фактически у них настолько особая специфика, что их работу никто другой сделать не может. То есть спасатели МЧС общего профиля, в принципе, у них нет квалификации и нет возможности выполнять работу горно-спасателей. То есть это такое отдельное подразделение, самостоятельное. Их численность 135 человек. Ну вот, наверное… И еще есть у нас одна самая главная оперативная служба. Называется Центр управления в кризисных ситуациях. Это оперативная дежурная служба, которая несет круглосуточное дежурство. В составе порядка тоже 90 человек. Корреспонденты ГТРК, Хакасия, в течение года практически делали несколько сюжетов о добрых делах сотрудников МЧС. Что это за акция? Расскажите о ней поподробнее. Да, эта акция была объявлена, была инициирована руководством МЧС России в начале этого года, потому что год юбилейный. И чтобы как-то отметить его в истории министерства, ну и в истории, в общем-то, всей страны, руководство МЧС России предложило такую всероссийскую акцию для своих сотрудников «25 добрых дел». То есть не только те добрые дела, которые мы делаем по долгу службы, да, приходим на помощь, оказываем содействие, принимаем какие-то оперативные меры, ну и помимо служебных обязанностей, вот, переносить какую-то такую милосердную пользу. Например, в Хакасии какие мероприятия мы проводили? Мы передали боевую одежду пожарного, порядка 30 комплектов, подразделениям добровольной пожарной охраны. Ну это, можно сказать, очень хороший подарок, потому что боевая одежда пожарного стоит, на самом деле, очень дорого. И понятно, что муниципальным образованием, где есть добровольцы пожарные, приобрести ее не по силам. При этом мы прекрасно понимаем, что бороться с огнем в футболке и трусах – это неправильно. Поэтому добровольцы должны быть экипированы так, как положено. Если они вступают в борьбу с огнем, а это наши первые помощники в отдаленных населенных пунктах, где случается пожар, конечно, они должны быть одеты соответствующим образом. Вот это вот одна акция была. Дальше саяногорские пожарные сдавали кровь добровольно, массово, всем отрядам. Пришли на пункт переливания крови и сдали кровь для тех, кому она нужна. Кстати, саяногорские медики отметили, они хотели бы сотрудничество это продолжить, потому что все-таки это дисциплинированный коллектив, все-таки это коллектив здоровых людей, все-таки это надежные люди, и вот такие доноры им, в общем-то, как бы нужны. Дальше у нас было очень много акций по работе с детьми. С детьми в малообеспеченных семьях, с детьми-инвалидами. И некоторые акции всплывали по ходу развития событий, они не были как бы запланированы. Апрельские пожары внесли вообще огромные коррективы в нашу деятельность годовую, и в том числе в наши акции в плане добрых дел. И выезжали наши подразделения, две бригады, в Черногорск и в Усть-Бюрь, для оказания помощи во время строительства, возведения домов. Дома они, конечно, не строили, но те работы, которые им поручались, там возведение заборов, уборка территорий, вот дважды на такие субботники наши сотрудники выезжали. И, в принципе, мы считаем, что с этой акцией мы справились. И традиция достаточно любопытная и, как мне кажется, полезная. Мне кажется, она укрепится в нашей системе и получит продолжение. Работа спасателя очень опасна. Тысячи спасенных жизней на их счету. Вообще часто получаете благодарности от тех, кого удалось спасти? Да, вот на нашей территории основные подразделения боевые – это, конечно, спасатели и пожарные. Психологам очень много достается работы. Но, знаете, из общения с ними я не сделала вывода, что они получают благодарности часто. Ну, в принципе, они этого и не ждут, они понимают ситуацию, что когда оказываешь помощь человеку, человек находится в такой стрессовой ситуации, что он не думает о благодарностях, и он думает о том, чтобы действительно спасти свою жизнь. И поэтому наши люди относятся к этому достаточно с пониманием, они не ждут никаких благодарностей. А пожарные напротив, что такое пожар, да? Тушишь пожар в одной квартире, при этом ты заливаешь водой полностью другую квартиру. Их еще там отматерят заодно. Поэтому, хотя бывают случаи, они крайне редкие, приходят письма. Иногда все-таки граждане выражают благодарность за работу, но это бывает нечасто. Ну и у вас есть возможность поздравить своих коллег с вашим днем? Спасибо за такую возможность. Вы знаете, мне кажется, что День Спасателя – такой общенародный праздник, как Новый год примерно, может быть, поэтому они так близко друг к другу и находятся. Почему? Потому что ведь спасением людей занимаемся не только мы, наши подразделения, да, профессиональные. Есть ведь и другие профессии, которые приходят на помощь людям. Те же полицейские, те же врачи, те же, не знаю, психологи на телефоне доверия, вы журналисты, когда поднимаете серьезные социальные темы, привлекая внимание общественности, решаете какие-то вопросы очень важные для человека. Те же простые граждане, которые оказываются в нужное время, в нужном месте, приходят на помощь другому человеку, да? Любой человек, который не проходит равнодушно мимо беды, оказывает содействие, милосердие. Мне кажется, он имеет полное право поднять бокал в День Спасателя, поднять тост и выпить за этот праздник. У нас день такой демократичный, поэтому я поздравляю всех. Конечно, я поздравляю в первую очередь своих коллег, всех руководителей министерств, ведомств, руководителей всех органов власти, тех, кто по долгу службы занимается вопросами безопасности жизнедеятельности, и всех рядовых граждан с Днем Спасателя. Но заодно и с наступающим Новым Годом, и хочу пожелать здоровья, успехов, удач, всего самого хорошего, чтобы наша жизнь была спокойной, безопасной. И, как мне кажется, в последнее время очень актуальным стало пожелание мира во всем мире. Всего хорошего. ГТРК Хакасия присоединяется к этим пожеланиям, ну и желаем вам от себя поменьше чрезвычайных ситуаций. Спасибо большое, очень хорошее пожелание. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Ирина Бутенко, пресс-секретарь, главка МЧС России по Хакасии. Спасибо, что были с нами, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин